Всем привет, мои дорогие друзья! С вами, конечно же, доктор Ярик Лапа, и сейчас я буду проводить серьезную операцию на носе моего нового пациента. Ко мне обратилась Алина и сказала, что она испытывает трудности с дыханием из-за деформации в носовой полости. То есть она плохо дышит, и плюс, и как-то внешне нос некрасивый. Так что мне нужно сделать? Мне нужно покромсать, порызать все и сделать его еще красивее. Как это сделать, я не знаю, но попробовать, конечно же, стоит. Так что погнали! Еще маленькое замечание. В дома никаком случае это не повторять. Только обращаемся к специалистам, настоящим докторам. Спасибо. Продолжить, продолжить. Так, так, так. Эта операция должна проводиться под общим наркозом. То есть она должна хорошенько так уснуть. Это можно устроить. Изи. Наркозная маска. Спать. Спать. Закрой глаза. Ха-ха-ха. Четненько. И теперь начинается веселье. Алина будет оставаться под наркозом 2 часа. Теперь можно приступить к операции. Так. Сначала расширим ноздри с помощью ретрактора. Возьмите ретрактор со стола. Ретрактор. Трактором. Ща как проеду! Красиво. Красиво. Отлично. Теперь мы сделаем первый надрез. Че, прям реально? Че, прям так сразу? Превосходно! Теперь сделаете надрез. Превосходно. Как будто я там уже не знаю, что сделала. Так, ребята, готовимся. Аккуратненько, аккуратненько. Если не любите такое, просто глазки прикрыли. Буквально на пару секунд. Так. Все. Все. Все сделано. Отлично. Отлично. Теперь мы будем использовать ножницы, чтобы еще больше раскрыть ноздри. Какой я рад. Так, 5 минут. Ты же сказала 2 часа. Че такая подстава? Ножницы так ножницы. Без проблем. Вообще. Так, отлично. Теперь углубите надрез, чтобы еще больше раскрыть. Ага. Вот да. Нос Алины стал сильно кровоточить. Так. Электрод. Припалим. Есть. Есть. Все четко. Так. Теперь мы сделаем второй надрез. Чтобы обнажить перегородку. Вау. Возьмите скальпель. Хорошо. Так. Сделайте вертикальный надрез, чтобы мы могли добраться до перегородки. Эх. Эх. Я только что покрылся весь нос. Алина, ссорь, если он будет не такой, как был раньше. Превосходная работа, доктор. Перегородка теперь видна. Понятно, что видна. Ладно. Ох, как же мне это тяжело дается. Теперь мы можем добраться до перегородки. Возьмите пинцет со стола. Пинцет. Сюда. Так. Ножницы, да? А что, прям так ножницы? И что? Отрежьте ножницами кончик перегородки. Сейчас буду резать. Что, серьезно? Держимся. Держимся. На этом завершена функциональная корректировка носа. Теперь проведем косметическую часть операции. Изменим форму носа. Хорошо. Возьмите остеатом со стола. Остеатом. Я что, сейчас буду валить прям так вот? Расположительство там напротив носового бугорка Алины. Ааа, молоток. Ааа, и что, валить? Ааа, сейчас. Сейчас. Ааа, фух. Так, чтобы чуть-чуть так полегче было. Да! Вольнул. Так, давай. Я же мужик. Че? Пинцет. Так, пинцет. Извлеките кость. Ооо, красиво. Так. Необходимо скруглить кромки носовой кости. Возьмите рашпиль, да? Так, носовой рашпиль. Сюда. Две минуты. А, давай быстрее. Ух. Отлично. Отлично. Теперь мы закроем пустое место, оставшееся после удаления носового бугорка. Ага. Возьмите остеатом. Опять. Нормально, все. Я держусь. Я держусь. Так, молоток. И че? Опять молоток? И че? Опять в нос забить эту штуку? Какой же жесть. Какой же жесть. Ребята, прошу вас. Ну, не повторяйте этого дома. Это же всего лишь игра, да? Да? Неплохая такая игра. На! На! Ох, это же, наверное, больно. Ну, хорошо, хотя она не чувствует. Так. Ээээ, так. Теперь поправляем все это дело, чтобы закрыть пустое место. Эээ. Все. Замечательно. Части на своей кости прекрасно встали на новое место. Так, возьмите иглу. Иглу. У нас есть полторы минуты. Зашиваем. Эээ. Мясо, смотри, как движется мясо. Ммм. Все. Все. Совсем чуть-чуть. Возьмите иглу. Давай. 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 Аааа. Хоть и как нормально же, а? Представляете, еще получилось. Так. Эээ, интерназальная щина. Внутрь. Внутрь задвинули. Меньше минуты осталось. Прекрасная работа, доктор. Само собой. Так. Эээ. Внешняя. Давай сюда. Теперь. Пластырь, да? Наложим пластырь. Поверх шины. Вы прекрасно провели операцию, доктор. Я уверен, что у Алины скоро все заживет. Я тоже очень, очень сильно надеюсь, что у тебя все пройдет. Ведь это моя первая такая операция. Но ты этого не знаешь. Ты этого не знаешь. Даже спасибо, доктор. Пожалуйста. Дядя Ярик всегда рад. Всегда рад помочь. Вот такие чудеса, друзья. Ну что ж. Надеюсь, вам понравился данный ролик. Спасибо огромное, что посмотрели. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! До новых встреч!